Вот то, что ты услышал за последние дни, когда ты оказался на свободе, что это тебе говорит об отношении к обмену, который произошел? Смотри, ну не так уж и много, не так уж и сильно я тут следил за прессой, за СМИ и за всем, что происходит вокруг моего обмена, честно сказать, у меня первые дни еще так немножко в тумане, я только прихожу у себя и ощущаю, что я наконец на свободе. Но что-то мне становится известно, мне это очень понятно. Я знаю, что отношение к совершившемуся обмену очень неоднозначно, и что сам по себе обмен подвергается большой критике. И мне это понятно. Я понимаю критику, когда говорят, как же так, выпустили убийцу, поменяли убийцу, совершившего жуткие, так сказать, ну, очевидные преступления на людей, которые были заведомо не виновны в каких преступлениях, и незаконно были лишены свободы. На самом деле, да, и опять же слышал утверждение, поменяли одних русских, условно говоря, так сказать, плохих русских на хороших русских. Ну, никакого обмена плохих русских на хороших русских не было, да? На самом деле был обмен убийцы, обмен шпионов, граждан Америки и граждан Германии. Это, вот это был обмен. А мы, остальные политзаплеченные, мы к этому обмену, ну, как паровозу, некоторые вагоны прицепные. Ну, теперь, хорошо или плохо, что нас прицепили к этому вагону? Ну, было бы странно мне говорить, который оказался на свободе, говорить, это плохо. Я счастлив, что я на свободе. И, конечно, другое сказать было бы вранье. С другой стороны, и у меня внутри себя тоже к этому всему нельзя сказать, что было однозначное отношение. Я очень благодарен тем властям Германии, которые, рискуя своей политической, если хочешь, положением и карьерой, все-таки пошли на этот обмен. Ну, хотя бы потому, что Володя Карамурза без этого обмена просто бы не выжил. Человек бы умер, его бы там убили тем обращением, которые были. Ну, как должен был мир? Закрыть глаза на это убийство, сказать, да бог с ним, пускай убивают. Или Саша Скочеленко, да, чье здоровье сознательно, преднамеренно там подрывали. Поэтому я могу только приветствовать этот обмен. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что с правовой точки зрения этот обмен критикуют, и как так отпустили убийцу. И это мне тоже понятно. Это очень неоднозначное событие. В нем есть аспекты политические, гуманитарные, да просто, так сказать, моральные. И мне однозначно дать ответ невозможно. И думаю, кроме политиканов типа Трампа, которые, исходя из своих политических соображений, все, что не сделает Байден, будет ругать. Но любой вдумчивый человек, я не верю, что он сможет сказать, тут абсолютно однозначно. Все неоднозначно. Но в данном случае Европа в лице Германии поступила, исходя из гуманитарных принципов, да, и хотя бы из принципа освобождения заложников. Вот заложники были в руках у террористов. Прежде всего, освобождение заложников. И это произошло. И это хорошо. Скажи, пожалуйста, сейчас достаточно серьезные критики подвергаются высказывания Володи Карамурзы, Ильи Яшина и Пивоварова с стороны украинцев. Они говорят о том, что надо было им там взять пару деньков, понять, что происходит и так далее. Как ты относишься к... У тебя совершенно другая роль. Ты правозащитник, ты не политик. Но вот к этой дискуссии, что там санкции против Путина хорошо, а против россиян плохо и так далее, как ты к ней относишься? Ну, ты мне все-таки... Давай, не говори слова, как ты относишься к высказыванию Яшина, Карамурзы и так далее. Ты мне говори конкретное высказывание. Вот есть конкретное высказывание. Я не знаю, я не готов Яшина за что-то или Карамурзу за что-то критиковать. Я сам это высказывание не слышал, поэтому это твое высказывание, твой пересказ, ты его формулируй, и я скажу, как я к нему отношусь. Хорошо. Пиваров сказал, что он не считает возможным для себя помогать деньгами вооруженным силам Украины. В этом смысле понятно, что его позиция со многими расходится. Твоя позиция по поводу возможности помощи деньгами вооруженным силам Украины и вообще помощи Украине в войне какова? В твоем вопросе сразу несколько вопросов. Первое. Пивоваров для себя не считает возможным помогать ВСУ. Это его право помогать или нет? Сейчас я буду критиковать или хвалить Пивоварова за это дело. Эта позиция Пивоварова имеет право как угодно решать. Готов ли я вот сейчас свои деньги дать на помощь ВСУ? Или лучше я их потрачу на помощь российским политзаключателям? Я не знаю. Я буду думать. Что касается помощи вообще вооруженным силам Украины, то, по-моему, для всего цивилизованного мира это одна из главнейших и необходимых сегодня задач. На данный момент, на мой взгляд, весь цивилизованный мир пытается остановить агрессора и помочь жертве агрессора. А можно, конечно, помогать жертве агрессора только гуманитарной помощью. Можно осуждать и говорить, ай-яй-яй, как нехорошо. Можно в ООН принимать какие-то резолюции. Все это будет правильно и хорошо, и это все нужно делать. Но на самом деле агрессора, который продолжает военную агрессию, сопровождаемую гибелью мирного населения, необходимо останавливать, в том числе с помощью вооруженной силы. Поэтому для всего цивилизованного мира, по-моему, прямая помощь, военная помощь Украине в отражении агрессии – святая обязанность. 30 лет назад, практически ровно, мы с тобой видели другую агрессию, когда на танках российская армия вошла в Чечню, и потом и правозащитники, и журналисты стали свидетелями серьезных военных преступлений, преступлений против человечности, там одни самашки можно вспомнить, и много чего еще. За эти 30 лет в поведении российских военных и официальных лиц ты видишь что-то схожее и что-то совершенно различное? Послушай, правозащитный центр «Мемориал» и потом Центр защиты прав человека «Мемориал» выпускал некоторые доклады. И мои коллеги, и я в том числе, мы говорили о некоторой преемственности. Вполне очевидно, к сожалению, вот эта преемственность в преступном поведении. Наплевательское отношение к соблюдению норм гуманитарного права и, более того, преднамеренные удары под жажданским объектом и жестокое вращение с комбатантами. Да, тогда все-таки это вопрос открытый. Была ли тогда, так сказать, Чеченская война первая, вторая Чеченская война, была ли это конфликт международного характера или не международного характера? Одни говорят так, другие так. Тем не менее, это был жестокий военный конфликт с массовыми нарушениями гуманитарного права и прав человека. И все те типы нарушений, которые тогда мы с тобой видели, и которые «Мемориал» очень подробно документировал и описывал, что мы потом это видели. И в сирийском конфликте, да, ну, там российские вооруженные силы на земле практически почти не действовали. А удары с воздуха, неизбирательные, жестокие удары с воздуха и там воспроизводились, так? А потом мы это все еще в больших громадных, страшных масштабах видим сейчас Украине. Поэтому, конечно, вот эта преемственность, жестокость и наплевательство отношение к любым международным нормам, они воспроизводятся. И то, что те страшные нарушения прав человека в ходе Первой и Второй Чеченской войны не получили соответствующего важной оценки и реакции со стороны международного сообщества, они, конечно, получили некоторую в виде резолюции, в виде докладов, особенно в парламентской ассамблее Совета Европы, там все было названо своими именами. И тем не менее, адекватного и жесткого оценки действий тогда не было, на мой взгляд. Ну, вот мы видим, к сожалению, последствия для безнаказанности. Вот это очень важно. Безнаказанность. А все практически, ну, почти все, кроме там по пальцам одной руки, можно перечитать, случаи, когда были хоть как-то относительно наказаны те российские военные и полицейские, которые творили преступления, да? А в целом система безнаказанности, вот она ведет к воспроизводству преступлений. Вот мы это ярко видим сейчас. То, что Путин в аэропорту с почетным караулом и личными объятиями встретил приговоренного судом убийцу, какой это сигнал дает внутри самой России? Как ты думаешь? Ну, это сигнал... Я понимаю тех критиков обмена, да, который совершился. Я понимаю их критики. Я не говорю, что я разделяю целиком эту критику, да? Я повторяю, я благодарен, что этот обмен совершился. Но, тем не менее, вполне очевидно, это сигнал прежде всего силовика. Силовика внутри России. Ребята, вы не принесете ответственность за те преступления, которые совершаете по моему приказу или во исполнении приказа моего. Никакой ответственности вы не понесете. Очень четкий и внятный сигнал, который дал Путин. Если все-таки продолжать тему тех, кто остался сидеть, ну, все, что ты об этом думаешь. Во-первых, как их теперь освобождать и можно ли их будет освобождать, и какие дальнейшие усилия будут твои в этом смысле, и кого бы ты назвал прямо в первых рядах, вот кого освобождать надо по-твоему немедленно. Ну, давай я назову тебе Алексея Горенова прежде всего, хотя бы потому, что когда мы вот сидели уже в автобусе, и мы понимали, что происходит, и мы друг с другом пообщались, поздоровались и так далее. И первый вопрос-то, который у нас возникал, Алексей, здесь мы начали прикликиваться, кто здесь, кто здесь, такой, такой, ага, привет, Илья. Алексей, здесь, где Горен? Это был первый наш вопрос, это первое недоумение, его нет. Хорошо, Игорь Барышников, человек, который больной раком, и который находится в тяжелейших условиях. Хорошо, я не буду дальше называть. Мы, я просто хочу сказать, что уже летя в самолете, мы собрались вот вместе и стали накидывать, а кто еще должен быть в первую очередь. Мы накидали много фамилий, но, опять же, не всегда я не готов их всех говорить, потому что тут очень трудно, кто в первую, кто в вторую, кто в третью, может быть, кого-то сразу не вспомнишь, об этом скажешь, батюшки, а этот человек, разве он не должен быть освобожден? В любом случае, про себя я могу сказать точно. Вот я внутренне себя ощущаю, что я не должен был быть среди тех, кого меняли в первую очередь. Вот, но что спасать надо? Других политзаключенных в России надо просто спасать. Это безусловно, и этому в том числе прежде всего, наверное, скорее, не в том числе, а прежде всего, и будет моя тут деятельность посвящена. Как? Каким образом? Как осуществлять обмин? На кого можно менять? Я не готов и не буду сейчас говорить, это было бы опрометчиво и неверно. Но некоторые соображения, идеи, мы еще в самолете между собой обсуждали, ледяк. Поэтому, конечно, это не должен быть последнее освобождение политзаключенных, или хотите, последний обмен российских политзаключенных надо спасать. И, на мой взгляд, это не только моральная, так сказать, обязанность, а не моральный, так сказать, приоритет у западного мира, который, ну, по крайней мере, провозглашает некоторые примат принципов прав человека, эго-гуманизма и так далее. Но это чистой воды прагматика, потому что невозможен мир, стабильный мир и стабильные, так сказать, в том числе Европа, без демократической, процветающей России, которая не будет, не будет не агрессивной и не будет представлять угрозу для окружающего мира, как это сейчас. А для этого что нужно? А для этого нужно, чтобы в России были силы и в ней, и внутри России, и за россиян, борющиеся за эту новую Европу. А поэтому поддержка людей, которых сажают за то, что они боролись, не Европу, а Россию, поддержка людей, которые боролись за такую Россию, это и прагматическая точка зрения важна, если мир вообще заинтересован, чтобы внутри России, внутри российского общества и со стороны эмигрантского сообщества была какая-то борьба и надежда на хоть какую-то успешность этой борьбы в, так сказать, каком-то будущем, понятном, не самым низким, вряд ли может кто надеется, что завтра Россия хоп и станет демократичной. Но если такая идея в принципе существует, то значит надо спасать тех людей, которые собой жертвовали ради этой борьбы. Ты сейчас сказал о такой возможной новой демократической России будущего. Есть видение все-таки, что сначала для этого Россия должна потерпеть поражение, что называется, и тогда, может быть, там наступит каторсец или что-то еще. Во всяком случае, именно этот вопрос, кстати, задавали и Матвичу, и Черкасову, когда они были здесь в Карнеге, по-моему, вот когда им задавали вопрос в такой форме победа Украины, в каком-то смысле, если ее добиваются люди, в этом смысле означает поражение России. Вот как ты относишься к такой вероятности, и что для тебя поражение России, или рассуждение об этом, и так далее, насколько это требуется, или наоборот? Ну, понимаешь, мы можем рассуждать о чем угодно, но надо смотреть на реальность. Мы видим, что то, о чем говорили очень многие, что сейчас в ближайший момент произойдет полный краф военной машины России, и это приведет, поможет демократизация России. Мы же видим, что это не произошло. Мы же видим, что военная машина России продолжает тупо жертвы массы российских солдат, в том числе и зэков из того мира, откуда я только что вернулся, продолжает воевать. Мы это видим. И человеческие жизни, в конце концов, ни во что не ставят. Совсем. О том, сколько гибнет зэков, которые туда пошли, могут быть разные оценки, но вполне очевидно, что это большинство тех, кто туда уходит из зон и СИЗО, оттуда живыми не возвращаются. Это очевидно, это очевидный факт. И несмотря на это режим готов продолжать и продолжать и продолжать войну. Значит, вопрос военное поражение страны, России и там любой стороны, ведет ли он к крафу режима, который ведет войну? должен сказать, что просто взять историю, не знаю, хорошо, от истории России, от Крымской войны до Пятого года, русско-японской войны, до, пожалуйста, военной авантюры аргентинских кунтов на островах, и война с Англией, Великой Соединенного Королевства, называемый правильно, привел, например, к крафу военной хунты. Поражение в Крымской войне привело не только к безвременной гибели жуткого, по сути дела, царя-диктатора Николая Первого, но и к неизбежной демократизации при его преемнике. Да, такой вариант в принципе в истории во многих случаях воспроизводится. Произошел он сейчас с Россией? Мы видим, что нет. А может он произойти? Мы не знаем, но трудно сказать, но не очень похоже, что он произойдет в самое ближайшее время. Повторяю, это не в малейшей степени мои слова, я очень боюсь неправильное истолкование моих слов, это не в малейшей степени не уменьшает важность любой, но в том числе военной помощи Украине в борьбе с агрессором. Это прежде всего важно. Но мы видим, что это ну вот такая вот такой сценарий не очень сейчас реализуется. Ну и что? А другие не могут быть сценарием реализоваться. И, например, мы же знаем тоже многих примеров исторических, когда диктатор, причем который такой был персоналистский режим, где на диктатора слишком много замыкалось, когда диктатор уходит, по разным причинам уходит, мы можем вспомнить самых разных диктаторов, абсолютно не похожи друг на друга, не знаю, от Сталина до Франка. Вот, когда диктатор уходит, моментально среди преемников, среди той элипы, да, в кавычках элипы, да, которая вокруг формировалась, начинается внутренняя борьба за то, кто будет реформатором, кто будет исправлять те ошибки или преступления, скорее, которые завели страну в полный тупик, полный тупик, вот, и вот в этом смысле становится важно эти три формы, это будут три формы в кавычках, или это будут три формы, как, например, произошло в Испании, да, после ухода Франка и падения, по сути дела, франкизма и тех, кто хотел его наследие оставить нетронутым, да, вот, поэтому вот тут разворачивается борьба и тут роль оппозиции, гражданского общества, как внутри страны, так и в эмиграции становится важнейшей, как быстро такой и другой, я тебе говорил о другом сценарии, могут быть разные сценарии, как быстро такой другой сценарий может произойти, но кто же его знает, но такой сценарий очень-очень тоже вероятен, разные сценарии могут быть. последний мой вопрос, что для тебя было главным, что ты вынес и в смысле опыта, и в смысле впечатления из своего заключения, что, с чем ты, что называется, оттуда вышел? Я пока не могу это сформулировать, извини меня, ты хочешь, чтобы я через несколько дней после неволи вот это все так четко сформулировал, у меня масса впечатлений, масса воспоминаний, много мыслей, и мне это трудно сформулировать, но в целом я могу сказать, наверное, следующее в общем, пока политзек не столкнулся с беспределом, таким, как столкнулся Кочеленко, таким, как столкнулся Карамурза, как столкнулись другие, в том числе, из обмененных, да, но пока политзек не столкнулся с беспределом, в этих условиях неволи, тяжелых, унизительных, местами страшных, но можно жить, а можно жить и даже не унывать, нельзя представить себе, что после ареста все конец, вот кто боится ареста и посадки так, как конец своей жизни, после этого ничего не будет, только мрак и ужас, ну, это не всегда так, вот у Володи Карамурзы было похоже, что так, а у меня было не так, это действительно важный опыт, который важно понять, и важно выйти с некоторыми положительными выводами, для меня это был важный, интересный и очень тяжелый опыт. Субтитры